На часах 7.30 утра. В регистраторе Нижнекамского центра крови непривычно оживленно. Нефтехимики пришли сюда с одной единственной целью – собраться вместе и сделать благое дело во имя спасения человеческих жизней. Молодежный актив ПАО Нижнекамского центра крови регулярно участвует в разных акциях. В прошлый раз, 14 июня, день донора, мы также в этом центре крови сдавали кровь и считаем, что это важно. Я считаю, что благотворительность. Все-таки бывает время, когда кровь необходима, и может именно твоя кровь спасти чудо-жизнь. Я периодически хожу давать кровь, постараюсь каждые два месяца. Ну, людям помогать. А сейчас еще и ситуация сложная, я думаю, нужна кровь. Если кому-то может помочь, это хорошо. Это очень важно для нас – помогать всем. Решил возобновить сдачу крови и достичь статуса уже почетного донора. Участие в акции «Приурочный ко дню борьбы с онкологическими заболеваниями» приняли 27 представителей Нижнекамск-Нефтехима. Сдать свою кровь и помочь спасти человеческие жизни может каждый. Донором может стать любой взрослый человек от 18 лет, имеющий вес не менее 50 килограмм и не имеющий противопоказаний к сдаче крови. Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. В этом году Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Я есть и я буду». В России ежегодно диагностируют злокачественные новообразования примерно у 600 тысяч пациентов. Для того, чтобы понять, что это за болезнь, в чем причина возникновения онкологических заболеваний, а самое главное, как с ними можно бороться, мы отправились к онкологу Илья Суганиеву. Рак – это изменение собственных клеток организма, когда эти же клетки начинают пожирать собственный же организм. Происходит мутация внутри самой клетки за счет изменения ДНК. Это может произойти или впоследствии воздействие каких-то внешних вредных факторов, и появляться они могут в любой части тела, начиная от макушки и до пяток в любом органе. Обычные клетки становятся раковыми из-за повреждения ДНК, которое несет в себе наследственную информацию. Обычно, если ДНК повреждается, особые структуры клетки ее ремонтируют или клетка погибает. Но в раковых клетках ДНК остается поврежденной, а сама клетка при этом продолжает жить и становится бессмертной. Кроме того, она активно делится и производит новые бессмертные клетки с такой же поврежденной ДНК. Такие клетки организму не нужны, поскольку они не способны выполнять изначально заложенные в них функции. Рак делится на четыре стадии при выявлении. На первой и второй стадии, которые считаются ранние выявления, процент излечения от 90 до 80%. Если же выявляем на третьей и четвертой стадии, то этот процент уже снижается до 20-15%. Эту печальную статистику можно было бы скорректировать, исправить, переписать, если бы заболевание было выявлено своевременно. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем их можно вылечить хирургическим путем. Та цифра, что у нас на учете состоит уже 8 тысяч человек в онкологическом кабинете, говорит о том, что эти люди живут, продолжают жить. И большинство из них, это заболевшие уже много лет назад, они просто у нас наблюдаются. Это эффективность нашей работы. Сегодня, когда наука семимильными шагами движется вперед, в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкозаболеваний. Рак уже не приговор, это болезнь, с которой можно и нужно бороться. Это болезнь, которую умеют лечить. Берегите себя и своих близких. Катерина Короленко, Лисан Саитова, N-Media.